салют с вами руслан компания триолинк давным-давно назрела давным-давно обещано давным-давно анонсирована тема и я наконец созрел ее с вами обсуждать темы это экосистема амада компании теплинк по старой доброй традиции подобные темы мы будем обсуждать согласно определенному плану для начала небольшая историческая справка что представляет собой компания теплинк что представляет собой ее экосистема амада потом разберем достоинства этой к системы и ее недостатки и того и другого блага предостаточно так что поговорить будет о чем постараюсь быть лаконичен постараюсь быть не предвзят постараюсь быть объективен но коль скоро где-то перегну палку не обессудьте и так теплинк частная китайская компания основанная в 1996 году основана она была двумя братьями с довольно типичной фамилией джейм одного из них зовут дзянь дзюнь другого как ни странно диасе тоже довольно типичные ничем не примечательные китайские имена тем не менее эти два непримечательных парня сумели создать действительно огромную как не видится компанию которая сейчас настоящий момент по состоянию на середину 2021 года занимает мире первое место по количеству продаж вайфай устройств обгоняя абсолютно всех буквально пару тезисов про эти успехи в день компания т.п.линк производит 650 тысяч устройств каждый день и каждую секунду во всем мире компания т.п.линк продает 5 устройств то есть за время пока я произношу это предложение компания т.п.линк успела продать уже где-то порядка там 30-40 устройств по всему миру география охвата т.п.линк это 170 стран и она продолжает расширяться эта самая география штат компании насчитывает 26 тысяч сотрудников из которых 2000 задействованы в их research and development центрах research and development центр это такие ну грубо говоря научно-исследовательские институты которые правда работают не в области обычных типичных академических наук а в области наук вот сетевых технологий так сказать 8 процентов своей прибыли компания инвестирует как раз в research and development исследования и разработки научно-исследовательских центров у компании т.п.линк 5 и один самый главный самый большой находится в злополучном городе ухань печально прославившийся в прошлом 2020 году в 2009 году компания т.п.линк пришла в россию и конечно в первую очередь она известна своими бытовыми недорогими роутерами к слову говоря нет в репутации этих роутеров ничего не особо выдающегося хорошего не чего особенно плохого то есть это оборудование середнячок у которого безусловно есть свои поклонники есть свои хейтеры но в общем и целом т.п.линк в россии воспринимается весьма позитивно если говорить про продукцию для дома однако предмет нашего с вами разговора это экосистема амада которую никак нельзя причислить к числу домашних решений это все-таки более такой профессиональный enterprise уровень однако нашедшие своего потребителя в том числе и в частном секторе но естественно речь идет не об однокомнатных квартирах все-таки больших каких-то жилплощадях в основном частных домах ну или квартирах насчитывающих там сотенку другую квадратных метров как минимум что входит в экосистему амада входит в первую очередь это конечно оборудование вай фай это точки доступа вай фай они есть разных типов чуть попозже когда мы будем обсуждать достоинства компании я перечислю какие именно точки доступа есть в портфеле амады есть коммутаторы есть маршрутизаторы есть контроллеры сетевой инфраструктуры то есть экосистема содержит себе практически полный объем и полный спектр оборудования необходимого для того чтобы запустить локально вычислительную сеть как проводную так и без проводную и дает средства управления этой самой локальной сетью давайте предметно разбирать чем-то по линк хорош достоинства экосистемы тополинк амада достоинство номер один удобство и простота в самом широком смысле во первых речь конечно идет про интерфейсы управления устройствами экосистемы амада интерфейс благообразен интерфейс приятен глазу интерфейс разработан под до пользователя из европы а если кто не в курсе то у китайцев очень своеобразное представление об эргономике ну попробуйте например ознакомиться с тем как выглядит интерфейс управления скажем устройствами компании huawei или просто из любопытства наберите на ютюбе как китайцы учат детей считать в столбик возможно после этого вы поймете что я имею ввиду поскольку представление китайцы об эргономике и представление европейцы об эргономике это две очень 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 разные вещи я бы сказал что они вообще диаметрально противоположные из чего мы можем сделать вывод что выводя на рынок продукцию амада тополинк все-таки озаботилась тем чтобы интерфейс управления их устройствами был привычен самому широкому слою потребителей и пользователей широкий слой это в том числе европейский американский рынок и на мой вкус ну и на вкус абсолютного большинства пользователей этой экосистемы интерфейс выглядит достойно то же самое касается монтажа устройство тополинк спроектирована таким образом чтобы вы вкладывали минимум времени в их установку в их монтаж их удобно собирать их удобно монтировать вы не тратите на это лишнее время лишние силы и так далее продумано все до мелочей кабельные воды комплекты поставки включающие в себя практически всегда всю необходимую расходку типа дюбелей винтиков удобство и простота и тополинк это вещи между собой абсолютно гармонирующие второе достоинство тополинк это очень надежно речь опять же идет про экосистему амада чуть позже я буду раскрывать этот тезис подробнее да но еще раз призываю вас воспринимать все сказанное мной сквозь призму того что мы обсуждаем с вами экосистему амада и устройство входящие именно в нее тополинк это надежно работает он без сбоев работает он годами у нас есть объекты у которых uptime составляет больше двух лет то есть устройство в течение этих двух лет вообще ни разу не перезагружались они не сбоили они не требовали к себе никакого внимания и это безусловно хорошо как для пользователя системы так и для системного администратора или инженера занимающегося обслуживанием этих самых устройств этих самых экосистем на данный момент статистика наших инсталляций только наших я замечу да есть еще статистика других партнеров компании теплинк есть статистика других инсталляторов так вот наша статистика насчитывает около 300 успешных инсталляций и мы еще ни разу за эти 300 инсталляции не столкнулись ситуации когда оборудование вы например заглючила зависла и перешло бы в состояние отказа в обслуживании поэтому даже если у нас есть объекты на которых uptime составляет менее тех самых вышеупомянутых двух лет то это как правило обусловлено либо тем что там электричество эпизодами отключается либо потому что мы чаще устанавливаем там какие-то обновления и так далее но до всего дня я ни разу не видел зависшее устройство семейства amada и это круто третье достоинство и тут я должен опять же переопределить так сказать акценты о чем я буду рассказывать все-таки в первую очередь меня интересует тема вай фай а все что вокруг него коммутаторы маршрутизаторы контроллеры и прочее для меня представляет собой не более чем ну такую расходно материальную часть без которой вай фай просто невозможен так вот третье достоинство это абсолютно положительный опыт в области вай фай во всех ранее упомянутых 300 проектах которых мы устанавливали своим клиентам вай фай оборудование семейства amada эти клиенты остались довольны и в полной мере удовлетворены причем размерность этих проектов она очень сильно варьируется самый маленький проект который мы делали это понятное дело всего две точки доступа вай фай самый большой насчитывает около 300 точек доступа до сего момента опять же оборудованием amada мы занимаемся около трех лет ни один из наших клиентов не пожаловался на то что он недоволен как вай фай выполняет свою функцию честно говоря это практически нонсенс потому что даже более высококлассное оборудование у некоторых клиентов оставляет какое-то неприятное послевкусие по разным причинам иногда объективным иногда не очень иногда проблемы создаются производителем иногда проблемы создаются хакерами были такие случаи иногда проблемы создаются но может быть какими-то нашими недоработками такое тоже наверняка бывало но тем не менее какого производителя не возьми у нас есть негативный опыт выполнения проектов на базе его оборудования в случае стоп линк этот опыт на сто процентов позитивный я долго сомневался включать этот пункт в свое повествование или нет поскольку ну прямо скажем звучит от наверно как реклама и джинса но вроде как самого начала своего повествования я пообещал вам быть объективным и честным и я действительно честно перед тем как об этом заговорить прошелся по ранее выполненным проектом и попробовал найти хоть какие-то так сказать негативные моменты озвученные нашими клиентами или даже нашими инженерами но я честно их не нашел поэтому помимо надежности оборудования тополин команда я бы сюда бы включил именно отдельным пунктом еще и вот этот абсолютно положительный опыт его эксплуатации на протяжении уже более трех лет четвертое достоинство на оборудование тополинк амада совершенно не страшно развертывать достаточно большие сети вай фай под большими сетями я в данном контексте конечно подразумевая не совсем уж большие не совсем уж там кампусные сети насчитывающие в себе десятки например тысяч или хотя бы даже тысячи точек доступа но я имею ввиду сети в которых есть несколько сотен точек доступа вай фай и несколько тысяч клиентов самые наши большие инсталляции напоминаю насчитывают около 300 точек доступа среднее около 50 так вот те инсталляции где этих точек доступа было около 300 опять же обеспечили нам совершенно положительный опыт как развертывание так эксплуатации сетей кроме того 2020 году компания тополинк выпустила на рынок точки доступа с припиской в конце hd да у меня кстати вот есть одна из подобных точек доступа на столе как в коробке я в данном случае как видите немножко поленился и не стал коробки распаковывать простите мне эту вольность и есть вот эта точка доступа и в распакованном виде тоже единственная которая сюда прихватил распечатанную так вот точки доступа hd заточены специально на то чтобы работать в сценариях с высокой плотностью беспроводных клиентов компания тополинк анонсировав эти точки доступа показала также методику тестирования методику методологию тестирование этих точек доступа тестирования их пропускной способности они проводили живые настольные тесты когда точка доступа находилась в специальной комнате с полностью радиопоглощающими стенами размещала в этой же комнате реальные физические устройства которые имитировали нагрузку от обычных беспроводных клиентов и благодаря этим тестам компания тополинк произвела на свет точки доступа способны обслуживать до 512 беспроводных клиентов одновременно это достаточно впечатляющая цифра поскольку немногие производители в принципе могут похвастаться такой емкостью такой производительностью своих точек доступа в частности как правило у нас естественно со сетями высокой плотности ассоциируется оборудование класса руку с циска рубан в общем всех тех производителей класса а оборудование которых стоит дорого еще дороже получается стоимость их владения в случае стополинк вы за весьма сносные деньги можете получить решение класса и где то есть high density и его действительно не страшно внедрять в нашем портфеле есть несколько успешно выполненных проектов из сферы гостеприимства когда мы оснащали гостиницы допустим точками доступа вай-фай и вот в настоящий момент эти сети обслуживают несколько тысяч но наверное если всех просуммировать то несколько десятков тысяч беспроводных клиентов и работает тополинк опять же безупречно странно это заявлять про компанию уровня тополинк потому что все таки есть такая загогулина восприятие когда вам кажется что классное качественное оборудование вай-фай должно стоить дорого но тем не менее факт остается фактом большие сети вай-фай по крайней мере большие восприятия российского рынка на оборудование тополинк амада реализовывать можно и я даже сказал нужно 5 ценовая политика оборудование тополинк амада стоит недорого не дешево не дешевле всех не дешевле естественно решение компании например микротик или юбикьюти или там скажем иди макс да но все равно по сравнению с виндорами среднего уровня или класса tp link это все-таки довольно дешево например точка доступа с поддержкой мульти юзер мимо 3 на 3 с поддержкой стандарта вайфай 5 с двумя гигабитными портами ethernet стоит около 120 150 долларов сша . доступа класса hd который может обслуживать вышеупомянутые 512 беспроводных клиентов стоит всего 400 долларов сравнение с другими продуктами других производителей можете произвести сами но в общем и целом на рынке компания tp link занимает бюджетную нишу с таким плавным переходом и с плавным заигрыванием со средним ценовым сегмент шестое широкая линейка оборудования в рамках экосистемы amada tp link выпускает точки доступа вайфай есть потолочно настенные точки доступа есть в конструктиве in wall которые устанавливаются в подрозетник есть уличные точки доступа вайфай со съемными антеннами выпускает коммутаторы один из примеров у меня допустим вот здесь емкость коммутаторов составляет от 8 до 48 портов роутеры помимо этого tp link выпускает множество также профессиональных продуктов но помимо экосистемы amada tp link безусловно есть на что посмотреть в линейке во первых в 2021 году в россию приезжает наконец их система видеонаблюдения который называется вид же во вторых у них есть радио мосты разных типов ну и вообще в принципе 5 mp решения которые предназначены в основном для использования в средах беспроводных операторов связи выпускает различные управляемые неуправляемые коммутаторы не входящие в экосистему amada выпускает оптические модули выпускает пассивное оборудование типа пиктейлов или кабелей прямого подключения для подключения коммутаторов друг друга выпускает роутеры выпускает кучу компонентов умного дома типа умных лампочек умных розеток в общем и так далее и тому подобное однако опять же делая акцент на их систему амада хочу сказать что все что нам нужно для лвс и для б лвс в экосистеме амада присутствует в полном объеме линейка могла быть шире и она безусловно будет шире но уже сейчас по состоянию на середину 2021 года в рамках экосистемы амада вы можете запустить полную сетевую инфраструктуру масштабов предприятия ну или частного домовладения 7 централизованное управление если у вас территориально распределенное предприятие насчитывающее большое количество филиалов если вы системный интегратор который обслуживает большое количество проинсталированных экосистем амада у разных заказчиков то компания теплинка вас уже позаботилась организовала облачное управление либо территориально распределенными предприятиями либо большим количеством разрозненных инфраструктур и это облачное управление реализовано как на базе ну полноценного десктопного веб-приложения так и безусловно на базе мобильного устройства при этом это управление реализовано просто удобно комфортно быстро эффективно и так далее 8 постоянное развитие экосистемы тоже большой плюс поскольку многие производители начинают за здравие начинают выпускать продукты которые у них не взлетают тем более продукты нетипичные для этих компаний ну допустим кстати вай-фай оборудование для компании tp-link тоже когда-то было нетипичным поскольку они специализировались первую очередь на выпуске домашних роутеров однако взялись за экосистему амада выпустили точки доступа вай-фай выпустили коммутаторы маршрутизаторы контроллеры и так далее и на сегодняшний день это экосистема представляет собой целостное законченное качественное решение и в дальнейшем компании tp-link эпизодами со своими партнерами делятся своими планами на жизнь так сказать и показывает road map согласно которым будет осуществляться выход продуктов в рамках экосистемы на рынок и хочу сказать что tp-link большие молодцы потому что начав буквально с трех точек доступа вай-фай и одного контроллера на данный момент они имеют законченную линейку оборудования опять же с помощью которой можно реализовать сети масштабов целого предприятия road map на 2021 год включает себя довольно много новинок о которых мне не положено так сказать говорить road map на 2022 год включает себя еще больше новинок о которых тоже не положено говорить но имеете инсайдерские данные не могу так сказать не быть довольным тем что в будущем инфраструктура амада будет пополняться новыми интересными и важными продуктами поэтому что касается развития линейки с ней все в полном порядке она будет жить пожелать и добра наживать девятое очень важный на мой взгляд пункт потому что речь пойдет ни много ни мало про техническую поддержку компания tp-link оказывает полную техническую поддержку всего оборудования которое выпускает речь идет и о домашних роутерах которые стоят по 15 баксов и безусловно оба дорогих продуктах экосистемы амада техподдержка оказывается в онлайн чатике на сайте по электронной почте с помощью форума и что самое главное ну по крайней мере для меня поскольку я сторонник все-таки живого общения и получение быстрой обратной связи по телефону причем техподдержка оказывается на русском языке причем для россии есть номер 8 800 поэтому для жителей регионов обращение службы техподдержки компании tp-link совершенно бесплатно и еще техподдержка работает с 9 утра до 9 вечера в будние дни и она действительно работает однажды я сталкивался с ситуацией когда у меня если мне не изменяет память не ходил сип трафик через маршрутизатор семейства амада время было 20 45 и на дворе была пятница я совершенно без всякой надежды позвонил по телефону техподдержки компании tp-link сразу минуя все глупые бесконечные голосовые меню попал на инженера технической поддержки и который буквально за пять минут помог мне решить мою проблему поскольку ранее с ней сталкивался стало быть к чему я это вел к чему это такой очень персональный личный опыт рассказанный вот вам так сказать на широкую публику мне очень понравилось что во-первых график работает и службы техподдержки действительно очень лоялен к пользователю и второе что самого начала вы попадаете именно на инженерный состав компании они на операторов так называемого первого уровня которые запишут как вас зовут которые спросят какое устройство с каким серийным номером вы пытаетесь эксплуатировать и которые передают эскалируют эти кейсы куда-то дальше выше и так далее и когда вы впадаете в анабиоз ожидания и бесконечно долго ждете этой обратной связи тогда когда ситуация требует немедленного решения так вот в случае с компанией тополинг это немедленное решение коль скоро такое существует конечно будет найдено и будет найдено мгновенно откровенно говоря такого уровня техподдержки от компании вроде тополинг ну судя опять же по ее репутации на рынке попросту не ожидаешь поэтому когда ты с этим сталкиваешься нос к носу это приятно удивляет 10 гарантия я как бывший ну и зачастую бывает что и нынешний пользователь продукции компании например юбикюте и микротик тоже крайне популярный и зачастую во многом похожий на продукцию тополин команда не привычен к таким благам цивилизации как техподдержка и как гарантия в том числе поскольку как нам с вами известно в россии сервисных центров юбикюте и микротик нет вообще у тополинка с этим все в полном порядке есть сеть сервисных центров контрактных сервисных центров которые качественно выполняют свою роль и функцию в каком бы регионе вы не находились не так далеко от вас обязательно найдется какой-нибудь официальный сервис будь то дальний восток центральный федеральный округ или допустим калининградская область сервисные центры у компании тополинг есть везде сервисные центры работают достаточно быстро и качественно по крайней мере они всегда свято соблюдают метрики определенные в российском законодательстве если какое-то устройство серии тополин команда выходит из строя вы отвозите в сервисный центр и как правило очень быстро получается обратную связь возможность заменить это устройство отремонтировать и так далее вроде как ничего особенного так и должно быть но опять же для меня как для пользователя продукции юбики уйти микротик это выглядит отдельно взятым достоинством которые я решился включить в свое повествование 11 внимательное отношение к заказчикам и давайте сюда же включим внимательное отношение к партнерам для начала про заказчиков если вы покупаете продукцию тополин команда для себя то вы являетесь заказчиком компании тополинк и компания тополинк будет относиться к вам внимательно что я имею ввиду в нескольких наших кейсах мы встречались с техническими сложностями в либо в развертывание системы амада либо в ее обслуживание либо в ее какой-то тонкой настройки так вот компания тополинк безусловно имея ввиду некоторую имиджевую составляющую некоторых наших заказчиков я не буду говорить о чем или о ком идет речь но бывало такое что продукт с имиджевой точки зрения важен как для нас как исполнителя как подрядчика так и для компании тополинк как для производителя так вот в этом случае она совершенно не брезговала тем чтобы отправить на объект нашего заказчика своего квалифицированного инженера представьте себе частный дом московская область у инсталлятора купившего точки доступа по 9-10 тысяч рублей что-то не выходит и производитель отрежает в этот частный дом своего квалифицированного инженера причем этнического китайца который здесь в россии работает тоже как технарь это впечатляет такой я видел своей жизни буквально пару раз и речь идет в данном случае не про инженеров производителя бюджетных продуктов это как раз были вендоры класса а от которых такое ну ожидать можно случае стополинг это нонсенс тем не менее вы будучи заказчиком компании тополинг будучи покупателем ее продукции можете рассчитывать на то что к вам внимательно отнесется вендор не к каждому понятное дело что если вы себе в квартиру устанавливаете две точки доступа и ваша фамилия не путин или не шойгу или не пугачева то вряд ли к вам будут отправлять того самого этнического китайца который будет помогать разобраться с этими точками доступа но тем не менее в больших проектах важных проектах не обязательно реализуемых на территории москвы или московской области в том числе в регионах компания тополинг вам как заказчику поможет что касается внимательного отношения к партнерам то я имею ввиду практически то же самое но с нюансами оговорками партнеры компании тополинг это дистрибуторы и реселлеры или авторизованные инсталляторы у них есть несколько разных областей партнерства могут рассчитывать от тополинг и на приоритетную техническую поддержку и на поддержку коммерческую я имею ввиду что если в вашем проекте существует некий компетитор ну то есть компания с которой вы соревнуетесь не знаю допустим заказчик выбирает между покупкой тополинг и допустим длинг и длинг побеждает по цене длинг оказывается дешевле так вот компания тополинг практически всегда готова пойти навстречу своему партнеру и готова опустить цену для его конкретного проекта опять же никоим образом это не является ни рекламой не джинсой это реальный опыт коммерческого взаимодействия ну и технического взаимодействия тоже с производителем и этот опыт заключается в том что я вам сейчас рассказал вас поддержит и технически вас поддержит и финансово вас поддержит и маркетингово если необходимо в большого клиента привести скажем тех же самых продакт-менеджеров от самого вендора то вендор не погнушается вендор приедет вендор покажется вендор расскажет вендор себя разрекламирует да и вас тоже разрекламирует как партнера и подрядчика в общем с этой точки зрения компания тополинк опять же ведет себя как большой зрелый качественный производитель как будто бы он не из китая вовсе наверняка у продукции тополинг серии амада найдутся и другие достоинства которых я либо забыл либо может быть не захотел рассказать но в общем и целом вектор рассуждений надеюсь понятен тополинг выпускает недорогое качественное простое в обслуживании оборудование тополинг поддерживает заказчиков тополинг поддерживает партнеров тополинг обеспечивает качественную хорошую техническую сервисную поддержку и гарантию давайте перейдем более интересной части недостатком экосистемы амада таковые есть ни один из них я не могу назвать каким-то прям уж фатальным но не упомянуть их не могу поэтому поехали первый недостаток это репутация на рынке что я имею ввиду многими заказчиками продукция компании тополинг воспринимается сквозь призму исторического контекста тополинг воспринимается рынком в первую очередь как производитель недорогих домашних роутеров ну и может быть коммутаторов небольшой емкости природа это восприятие понятно если вы заходите в любой сетевой магазин торгующий компьютерной техникой допустим в dns или city link то продукция тополинг всегда стоит на их полках и всегда находится в ценовом сегменте ниже среднего на самом деле тополинков есть два есть действительно тот самый который до сих пор продолжает клепать дешевые ну и кстати довольно качественные домашние роутеры а есть тот который выпускает продукты линейки enterprise нельзя забывать что в китае тополинг занимает очень внушительную долю рынка enterprise там царствует не только huawei там есть еще несколько производителей какие-то известны в россии какие-то не очень так вот эти производители выпускают в том числе продукцию для государственных заказчиков выполняют гособорон заказы и так далее и тому подобное и безусловно в этом сегменте рынка лажать вообще нельзя поэтому ты пылинка есть грубо говоря совершенно отдельная вторая сборочная линия совершенно отдельные вторые политики качество выходного контроля продукции совершенно другая группа разработчиков программного обеспечения и опять же выделенные research and development центр который специализируется на разработке продуктов уровня enterprise об этом мало кто знает об этом мало кто говорит компания тополинг не делает на этом акцента поскольку она до сих пор остается частной до сих пор не озвучивает вслух вот этого разделения который существует внутри нее но тем не менее это разделение существует и поэтому этот недостаток я бы не сказал что в нем виновата сама компания тополинг я не я бы не сказал что продукция amada этим недостатком обладает но тем не менее зачастую бывает сложно объяснить заказчику что тополинг это хорошо поскольку его восприятие полностью построена на вот этой парадигме что место тополинка это на полке дешевых товаров сетевых магазинов типа dns и их ценовой сегмент это 2000 рублей за роутер это не так но рынок до сих пор видят тополинг в таком свете для партнеров компании тополинг которые заинтересованы в продажах ее продукция этот фактор безусловно носят негативный оттенок негативную коннотацию второй недостаток это спорный дизайн и речь конечно идет про дизайн промышленный поскольку с дизайном интерфейс в управлению тополинг все в порядке как я уже раньше говорил я совершенно не случайно распаковал одну из коробочек стоящих у меня на столе поскольку это удачный пример неудачного промышленного дизайна у меня в руках точка доступа класса hd это яб 660 одна из новинок одна из флагманов стоимостью 600 долларов и сверху она вроде как выглядит ничего если не считать вот разве что глянцевой поверхности вот этой центральной области круга глянцевая поверхность на мой вкус всегда плохо поскольку не налипает пыль ну да ладно окей посмотрите на ее толщину это огромный блин если не сказать огромная блинная сковорода которая много весят которая действительно громоздко смотрятся особенно в маленьких помещениях у нее неудачно выполнен кабельный вот нет заглушки и и кстати не предвидится то есть имейте ввиду если вы закладываете подобные точки доступа в свои какие-то проекты то надо подразумевать для них правильное размещение правильное сокрытие кабеля неудачный кабельный вот вот эти большие прорези для охлаждения которые прекрасно видно сбоку если вы повесите точку доступа например на потолок ну и судите сами насколько данное устройство выглядит на 600 долларов я бы не сказал мне доводится по долгу службы эпизодами общаться с представителями компании тополинк и когда спрашивают мое мнение как тебе дескать наши продукты игры что над дизайном надо работать и действительно надо с другой стороны в данном случае речь идет лишь про одну вот эту точку доступа действительно неудачную есть и другие которые выглядят хорошо точки доступа инвал уличные точки доступа у тополинк выглядит вообще замечательно а вот этот вот дизайн волнистая такая точка доступа например 245 самая популярная в их линейке вообще выглядит прекрасно и этот волнистый дизайн он выбран совершенно не случайно поскольку в китае в такой форме выпускаются потолочные светильники офисные поэтому подобный дизайн устройства тополинком сделан во имя того чтобы просто вообще маскировать функциональное предназначение устройство которое будет висеть на потолке обсуждать дизайн коммутаторов маршрутизаторов не вижу никакого смысла поскольку это оборудование которое прячется куда-то там в шкафы в электрощитки но дизайн точек доступа вайфай у тополинк мог бы быть и получше с другой стороны это не более чем вкусовщина я хоть и пообещал быть максимально объективным но здесь слегка свернул на кривую дорожку и высказал свое личное мнение мне дизайн тополинг в целом нравится но ряд их продуктов вообще не зашли 3 на мой взгляд очень существенный технический недостаток это слабое средство логирования мониторинга и дебага я привык к наличию большого количества инструментария в этой области я привык к анализатором радиоэфира привык к различным утилитам для тестирования скорости привык к подробным логом содержащим большое количество типов событий привык к различным диагностическим утилитам в tp-link все это реализовано самым бедным и скудным образом в отсутствие этих средств внутри системы амада приходится пользоваться сторонними инструментами что как минимум неудобно ну и плюс ко всему будьте готовы тому что ряд проблем вы вообще не сможете решить привычным вам образом четвертый пункт некоторая техническая неказистость не знаю как выразиться изящнее поясню на конкретных примерах первый большой заметный нюанс эксплуатации например систем вай фай у tp-link и заключается в том что для большей части точек доступа дефолтное количество разрешенных каналов в опять гигагерц составляет всего 44 канала шириной 20 мегагерц в 5 гигагерцовом диапазоне такое тут сложно себе даже представить в россии этих каналов разрешено значительно больше собственно вот сколько тем не менее компания tp-link однажды обжегшись на российской регуляторики задушила в своих точках доступа все по их мнению лишние спорные каналы канала dfs каналы верхней части частотного диапазона это решаемая проблема она решается она тоже не самым тривиальным образом для того чтобы точка доступа смогла работать на каналах отличных от тех четырех которые у нее дефолтно разрешены вам придется пройти две итерации сперва поставить прошивку так называемую middleware это техническая прошивка которая служит для того чтобы разблокировать возможность устанавливать прошивки для других регионов а потом уже накатить поверх этого всего добра прошивку для американского рынка тогда частотный диапазон становится вам доступен полностью и вы полностью можете его эксплуатировать допустим у вас есть роутер r605 и два провайдера с помощью которых вы выходите в интернет допустим в режиме файловер то есть случае отказа одного из каналов связи роутер автоматически переключает вас на второй канал и допустим вы подключаетесь к интернету через некий vpn сервер всем понятно что на дворе 2021 год роскомнадзор лютует запрещает кучу различных важных нужных и полезных ресурсов вплоть до какого совершенно безобидного linkedin или for pda.ru поэтому vpn стал не то чтобы роскошью а скорее средством передвижения значительная часть пользователей выходит в интернет через vpn чтобы обходить блокировки роскомнадзора и вот этот vpn расположен у вас допустим на сервере в германии и роутер настроен на выход в интернет через него так вот подключение к этому серверу vpn вы можете настроить одновременно только через одного оператора звучит совершенно дико особенно опять же для пользователей маршрутизаторов уровня микротик или cisco когда вы просто делаете инициирующие исходящие vpn соединения и совершенно неважно через какой ван интерфейс она выходит в роутерах tp link amada vpn соединения обязательно должно иметь в настройке конкретный один-единственный ван интерфейс соответственно если вы хотите чтобы ваша схема файловер с двумя операторами связи работала и при ней же работал vpn сервер вам надо будет устанавливать 2 vpn соединения неудобно криво косо непонятно нелогично может быть когда-нибудь исправит мне также не нравится отсутствие средств резервного копирования на внешние носители или допустим в облака например контроллер amada можно забэкапить столько на юсби флэш накопитель но тоже как-то корявенько большинство современных устройств подобного класса и типа поддерживают резервное копирование практически куда угодно у amada юсби флэшка и все так и вот таких нюансов фото пылин довольно много большую часть из них вы вообще никогда в жизни не увидите с ними не столкнетесь есть скажем так специфические условия при которых они проявляют себя а некоторые будут раздражать на повседневной основе типа вот вот этих тех самых четырех каналов в 5 гигагерц которые доступны вам изначально скорее всего это все является наследием того самого позиционирования компании тополин как производителя мелких дешевых домашних устройств со временем шероховатости устраняются будем подождать но пока не вынести это в отдельный недостаток не могу поэтому вот он четвертый недостаток некоторая техническая неказистость пятый недостаток скорее мелкая придирка я бы так выразился это будет вернее и честнее это скорость выпуска новых продуктов мне кажется что тополинк будучи такой огромной компании с такой огромной технической материальной базой могла бы выпускать новые продукты быстрее чаще разнообразнее так далее но тем не менее за почти четыре года существования линейки если не ошибаюсь количество продуктов в ней все еще не слишком велико она достаточно я уже хвалил тополинк за широкую линейку оборудования но широкой она стала к настоящему моменту до 2021 года не было коммутаторов не было маршрутизаторов была всего одна версия контроллера сейчас ситуация улучшается но тем не менее на мой взгляд и вкус могли бы маленько и поторопиться тем более конкуренты не спят если взглянуть на ту же самую линейку продукции ubiquity она гораздо шире она гораздо всеобъемлющие и с этой точки зрения выглядит привлекательно этот недостаток тополинк парирует тем что якобы они очень скрупулезно подходят к выпуску новых продуктов они их долго и тщательно тестируют и так далее и тому подобное но опять же имея в виду их колоссальную материальную техническую базу могли бы быть пошустрее шестой недостаток самопозиционирование компании тополинк на рынке сделаю оговорку не мне учить компанию тополинк как работать не я выпускаю 650 тысяч устройств в день но тем не менее тополинк считает себя в первую очередь достойным конкуренции с в низком ценовом сегменте то есть конкурировать с ubiquity с delincom примерно зная расклад сил на рынке неплохо зная продукты которые выпускают те кого тополинк считает своими конкурентами я убежден что компания тополинк выбрала себе неверных компетиторов им надо стремиться в средний сегмент рынка поскольку они выпускают оборудование более высокого качества более высокого класса тем не менее ценовая политика и маркетинговые акценты которые делает компания тополинк все-таки в первую очередь говорит о том что их ниша как они сами ее видят это low-end сегмент на мой скромный и в данном случае субъективный взгляд это должно быть переосмысленно седьмое отсутствие некоторых довольно важных продуктов в линейке я имею виду как минимум коммутатор уровня ядра не в рамках экосистемы амада не в рамках серии джет стрим тополинк не представила до сих пор какого-то вменяемого ассортимента коммутаторов оснащенных большим количеством оптических портов ну то есть тех которые служат для агрегации линков с других коммутаторов или тех которые агрегируют между собой коммутаторы агрегации также в линейке продукции тополинк до сих пор нет точек доступа секторными антеннами и это все значительно сокращает области применения экосистемы амада ну например нам достоверно известно о чем я вам говорил ранее что вай-фай оборудование компании тополинк может обслуживать тысячи клиентов одновременно почему бы нам не построить на базе этого оборудования вай-фай систему на стадионе а вот хотя бы потому что нам совершенно нечем бороться с канальной интерференции поскольку в линейке отсутствуют точки доступа с секторной диаграммой направленности надо надо точек доступа надо коммутаторов уровня агрегации надо коммутаторов уровня ядра надо больших маршрутизаторов которых тоже не хватает надо большее количество контроллеров большей емкости и так далее и тому подобное опять же перекликается со скоростью выпуска новых продуктов кое-что из вышеперечисленного мигнула в родмапах на ближайшие полтора-два года но на сегодняшний день не коммутаторов уровня ядра не точек доступа с секторными антеннами небольших маршрутизаторов в экосистеме тополинкомада нет скажу даже больше нет ни одного маршрутизатора в рэковом исполнении то есть если вы захотите маршрутизатор установить серверный шкаф то вам для этого придется использовать до сих пор еще вот этот архаизм виде полочки ждем надеемся и верим 8 регулярная смена аппаратных ревизий оборудования и я так выразился некоторая непредсказуемость судьбы некоторых продуктов смена аппаратных ревизий это может быть и неплохо если бы ни одно но что такое смена аппаратных ревизий контексте тополинг допустим у нас есть с вами коммутатор имеющий какой-нибудь индекс ну т1600 g28 ps этот коммутатор много лет подряд выпускается и продается но эпизодами меняет аппаратную ревизию раньше назывался т1600 g28 psv1 потом т1600 g28 psv2 теперь в 3 ну и так далее и тому подобное смена аппаратной ревизии означает что внутри этого коммутатора поменялась компонентная база может быть поставили более мощный коммутационный процессор может быть заменили блок питания на более эффективный все что угодно не суть важно корпус перепелили перелили его на новой пресс-форме суть в том что при смене аппаратной ревизии компания тополинг вроде как не снимает старую модель с производства продолжает и выпускать но на деле если вам не повезло обладать устройством предыдущего поколения то новые прошивки на него не смогут быть установлены вот такой неприятный момент что касается непредсказуемости судьбы то я в первую очередь имею в виду линейку вай-фай оборудование которое раньше называлась ауранет и выпускалась компании тополинг там в период по моему с 2014 по 2017 годы и это была неплохая линейка оборудования там была топовая на тот момент флагманская точка доступа которая называлась кап 1200 были аппаратные контроллера c50 ac500 и рынок в целом очень благосклонно принял этот продукт было тоже большое количество инсталляции выполненные нами нашими конкурентами многие кейсы заслуживают большого внимания например до сих пор на базе этого оборудования в москве работает крупнейший гостиничный комплекс измайлова это так называемая гостиница альфа бета гамма продукт был хорош но в один прекрасный момент компания тополинг просто решила его похоронить и переосмыслила название переосмыслила развитие экосистемы выпустила амаду ауранет теперь вроде как просто не существует она начисто вымарана из линейки продуктов на официальном сайте и знают про нее только такие олдфаги как я например о чем это говорит о том что в любой момент теоретически подобная судьба может постигнуть и экосистему амада но это я скорее всего преувеличиваю потому что с точки зрения продаж с точки зрения коммерческого успеха амада занимает в продажах тополинг довольно увесистое значительное место это уже серьезный солидный кусок пирога с помощью которого братья джейн кормят себя и свои семьи поэтому я уверен что с ней все будет хорошо но опять же ложечки нашлись осадочек остался некоторая непредсказуемость все еще где-то с нами 9 пожалуй последний недостаток тополинг раша да и собственно тополинг global я бы даже так бы сказал это совершенно не равно тополинг чайна что я имею ввиду попробуйте открыть родной сайт тополинг на родном китайском языке и посмотрите какое количество продуктов представлено в их портфеле тополинг выпускает практически все в том числе пассивное сетевое оборудование кабель сетевой коннекторы патч панели шкафы коммутаторы практически любой емкости в том числе огромные шассийники мощнейшие молотилки дата-центровые такие же мощные разнообразные разнокалиберные маршрутизаторы огромное количество точек доступа вай фай в самых разных конструктивах всех форм всех размеров всех цветов огромное количество оборудования видеонаблюдения в том числе они выпускают даже такие экзотичные продукты как например солнечные панели или установки для видеонаблюдения раздачи мобильного интернета с помощью солнечных панелей но где-то на отшибе цивилизации в россии мы видим микроскопический пласт того оборудования который tp link действительно выпускает и может дать рынку в том числе как мне видится огромное количество продуктов которые нам остро необходимы здесь и сейчас tp link до сих пор никак не может не локализовать не привести в россию не стартовать их продажи это конечно не недостаток компании это конечно не недостаток экосистемы амада но тем не менее это мой такой частный призыв к компании tp link чтобы она наконец расширила линейку своей продукции тем более что эта линейка она уже расширена надо просто локализовать надо просто сертифицировать и привести нам нужные железки очень надеюсь что это сбудется резюмируя если бы меня спросили посоветовал бы я выбрать решение амада для развертывания сети и масштаба предприятия ну или частного домовладения опять же то я бы ответил да конечно советую все в полном порядке с точки зрения вайфай tp link было остается одним из моих любимых вендоров мне нравится как выглядит их интерфейс мне нравится скорость с которой можно инсталлировать новые решения причем практически любого масштаба мне нравится как выглядят их продукты и мне нравится их стабильность надежности предсказуемость работы мне опять же не нравится самопозиционирование компании tp link она все еще остается такая вона би юбик юти хотя должна на мой взгляд стремиться к более высоким целям мне не нравится репутация компании tp link на рынке хотя и на мой взгляд опять же совершенно незаслуженная репутация но и мне бы конечно хотелось чтобы tp link акцентировала свое внимание на локализации той линейки оборудования которая доступна для китайского рынка тем не менее тп link амада это в общем и целом хорошо всем спасибо за внимание чмоки